Давай, что, пишем? Так, сейчас. Здравствуйте, друзья! Стой. И пока Никита открывает комментарии, мы начинаем рубрику ответов на ваши вопросы и чтения ваших прекрасных сообщений. Я открыл. Юр, ты впитал футбэк с прошлого раза? Я урод! Здорово, мой. А ты? Я урод. А ты? Я урод. Ты урод? Я урод. Вот ты уроды. Ты урод? Мы в одной лодке. Мы оба с тобой самые замечательные уроды в этой комнате сейчас. Люди, которые жалуются на комментарии по игре, вы не видите, что комментировать даже нечего? Нет. В каких матчах нужна аналитика? Я думаю, что, судя по комментариям, ни в каких матчах не нужна аналитика. Это вообще бесполезно. Комментарь должен говорить то, что на экране происходит. Ой, блестяще! Блестяще! Вандервард! То есть комментатор должен читать книгу, но не вдумываться, что значат слова? Да. Очень интересно. В целом, очень приятно, что начали разбавлять игры новыми рубриками. Наверное, пока рано судить, что хорошо, а что нет. Продолжайте в том же духе. Спасибо тебе, Игорь Демкин. От души, братан. Вообще, респект тебе. Как-то слишком много позитива. Да. То есть, чтобы попасть в видос, нужно написать что-то плохое. Нет. Очевидно, что нет, но это только с этого выпуска. Скорее всего, они будут чередоваться. Поэтому готовьте плохие комментарии, друзья. Потому что в следующем выпуске снова будет только хнуть. Я хотел поменять свое мнение по поводу комментаторства в ЛСЛ. Мой любимый. Зашел на стрим ГМБ М5. Четыре минуты в начале разговора про 2013 год и ни слова про игру. Не, походу, мнение не меняется. Мой любимый комментарий по той причине, что... А, нет, слушай, это другое. А, нет, это то же самое. Верно. Это мой любимый комментарий. Хотел поменять свое мнение по поводу комментаторства в ЛСЛ. Зашел на стрим Гамбит М5. Та-та-та-ра-ра-та-та. Это не ЛСЛ, это Open Cup. Потому что М5, к сожалению, в ЛСЛ не играют. Поэтому поменять свое мнение многоуважаемый Александр Боткин... Нужно, придя... ...еще может. Но шанс только один. Шанс один. Если вот приходят на одну трансляцию, одного матча, и там травится история про 2013 год, вот именно в этот момент, в который он зашел, тогда все, как бы, мнение не надо. Подскажите, куда делся Генезис и остальные старички? Я тут глянул в Вегу против Гамбитов. Там же слушать невозможно стол аналитики и кринж. Куда делся Генезис? Его занесло в вода-вода ворот. Бам-бам. Бам-бам. Генезиса с нами больше нет. Зато есть Паша, друзья. Пашу нужно любить или ненавидеть по желанию. И заходить, возможно, на его стримы. Я предлагал ему пойти в норму, и он отказался, Ник, прямо на стриме. Потому что у него была одна игра до промоушена в сильвер. А, я думал, потому что ты недостаточно хороший. А это даже не обсуждается. Зоя. Все проще. У них проблемы с проводкой. Зачка током ударила. По прическе видно. Поэтому и такие проблемы с коммуникацией. В общем, ЗАГ. Если вы думаете, что ЗАГ это зеленая какая-то субстанция из Лига Ригент, нет. ЗАГ, никнейм ЗАГ, это из Файнал Фэнтези. И вот если вы смотрели, играли в Файнал Фэнтези, вот там есть какой-то представитель, который вот так вот волосом вот так вот вверх. Я всегда сказал, что ЗАГ взял свой никнейм у другого ЗАГа, который гайдер. ЗАГ снова поменял ник. Зачем? К ста у него новая футболка. За 40 гривен. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. По-серьезки? Тут нет вопроса, ник. Поэтому отвечать не до что. Нет, он снова поменял ник. Зачем? Просто к ста. Футболка найс. У него каждый год меняют ник. КОЛДСТАР перестал переходить в режим писка в забесах. Уже приятно слушать. ЗАГ ЧСВ флэш похудел. Новый аналитик красиво говорит, обитается по факту. Олег, спасибо, во-первых. Я очень... Мне приятно, что меня приятно слушать. Спасибо. ЗАГ, конечно, не ЧСВ ни разу. А вот Юра, разумеется... А Паша лучше? А Паша? Паша красиво говорит. Николса Бренза 4? Это неправда, кстати. Я ЧАЛИК, топ-40 русского сервера. Даже уверенно держу. Бренза. Бренза 4. Бренза 4. Какие же вы злые? Норм-комментатор, как по мне. Юр, я норм-комментатор. Это про Пашу, про которого говорят, кроме этого аборигена новых свежих кастеров не найти. Так вот, друзья, вот такие были прекрасные ваши комментарии. Дута появилось не очень много в этом выпуске. Пряника было чуть больше. Ну, скорее, не пряника, а, знаешь, таких... Печенек без сахара. Там были бары сладких, мне понравились комментарии, добрые бэшечки, смотрите ЛСЛЕ.